Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал English. Меня зовут Света Пименова, и сегодня я вам расскажу о лотерее гринкарт, что это такое, и как правильно заполнить анкету. Разберем полезные слова, которые обязательно понадобятся вам при заполнении. Поэтому смотрите видео до конца и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Погнали! Что такое гринкарта? Да, гринкарта — это удостоверение в личности, в Америке, по сути, вид на жительство в США. То есть вы, имея гринкарту на руках, имеете абсолютно те же права, что и гражданин США, за исключением разве что того, что вы не можете голосовать. Но во всем остальном, то есть стипендии, какие-то льготы, пенсии и так далее, вы также получаете наравне с остальными людьми, которые живут в Штатах. Проводится какая-то лотерея, и я могу в нее выиграть? Да, правительство США каждый год разыгрывает более 50 тысяч гринкард по всему миру, которые фактически дают вам право въезжать и выезжать из страны, и таким образом жить в Америке, переехать туда. Ну, времени много, но я, с другой стороны, бы не тянула до последнего дня и подготовилась к тому, чтобы все заполнить уже в первой неделе. Чтобы принять участие, вам необходимо соблюдать только два условия. Первое — это то, что у вас должно быть средне законченное образование, или если у вас такого нет, у вас обязательно должно быть подтверждение того, что вы работали за последние пять лет хотя бы два года по какой-то специальности. И второе условие — вы обязательно должны быть родом из страны, которая может принимать участие в этой лотереи в этом году. Не беспокойтесь, все страны из СНГ допущены в этом году, а если все-таки вы из какой-то другой страны, то вот список стран, которые в этом году не участвуют в розыгрыше гринкарты. И, конечно же, если вы серьезно настроены на то, чтобы переезжать в другую страну, чтобы выиграть гринкарты и в следующем году уехать в Америку, то вам необходимо знать английский язык. Это необязательное условие, и вас не ждет никакой тест на знание английского языка перед началом подачи заявки. Нет, но согласитесь с тем, что если вы действительно планируете переезжать в другую страну, то английский язык вам очень и очень понадобится для того, чтобы знакомиться с новыми людьми, для того, чтобы совершать какие-то бытовые действия, вроде пойти в магазин или получить карточку в банке. И прямо сейчас у нас проходит запись на бесплатный вводный урок, где вы вместе с преподавателем вообще определите ваш уровень знаний и наметите дальнейший план действий. Поэтому, если вы в этом заинтересованы и ваше намерение переездить в другую страну серьезное, то проходите по ссылке в описании и записывайтесь на вводный урок. Где я могу заполнить заявку? Заявку вы можете оставить только на одном сайте, это dvlottery.gov. Мы ссылку на этот сайт оставим в описании. И помните, что участие в лотерее абсолютно бесплатное, и оставить эту заявку вы можете только на этом сайте. Поэтому, если вдруг вы где-то встречаетесь на сторонних сайтах с предложениями о том, что вы можете, не знаю, увеличить свои шансы на выигрыш, или что вы можете кому-то заплатить, и за вас там все как-то заполнят, это все вранье, пожалуйста, не переходите никуда и оставляйте свое заявление только на официальном сайте. Когда я могу заполнить заявку? Прием заявок начинается в этом году 2 октября и заканчивается 5 ноября. То есть у вас будет больше месяца для того, чтобы оставить там заявление на сайте. Как я узнаю, что выиграл? Делать это вы будете в мае, то есть через полгода после того, как оставите заявку. Вы заходите на все тот же сайт dvlottery.gov и check your status, то есть проверяйте ваш статус. Нажимаете check, и дальше вам нужно будет ввести ваш confirmation number. Confirm это подтверждать, confirmation number это код подтверждения. Вы его получите сразу после того, как заполните заявку вот сейчас вот в октябре. Пожалуйста, запишите его куда-то или скопируйте, в общем, не потеряйте, потому что без него проверить статус невозможно. И после того, как вы проверите статус, обновите страницу, вы увидите либо заветные слова randomly это рандомно, you have been randomly selected это вы были рандомным образом выбраны. И там дальше for the further process, для дальнейшего процесса, иммиграционные визы и так далее. Либо you have not been selected, либо вы не были выбраны. И тут уже как пойдет, на чьей стороне окажется удача. Напишите, кстати, в комментариях, если среди ваших знакомых, или, может быть, вы когда-то оказались таким счастливчиком, который увидел вот это вот, эти заветные слова, you have been randomly selected. Что же мне нужно будет указать в заявке? Какую информацию о себе нужно будет оставить? Первое, что нужно будет написать, это, конечно же, ваш first and last name, имя, фамилию. Middle name. Это не ваше отчество, пожалуйста, не путайте. Middle name, среднее имя или второе имя. У американцев это именно второе имя. Посмотрите, пожалуйста, в свой заграничный паспорт. Если у вас там указано отчество, тогда впишите его в middle name. Если отчество не указано, тогда просто ставьте галочку, где middle name, что у вас его нет. Дальше gender, это пол. И тут надо будет выбрать либо female, либо male. Женский или мужской. Тут вы не увидите привычных слов woman или man. Запомните эти слова, female или male, потому что они могут употребляться со многими другими вещами. К примеру, female voice, женский голос, или male shirt, мужская рубашка. И дальше, в принципе, остальные данные о вас. Это ваш номер телефона, почтовый адрес, дата вашего рождения, date of your birth, city, country where you were born. То есть город или страна, где вы были рождены. Новый, кстати, пункт для лотереи 2021 года. Вам необходимо будет использовать свой заграничный паспорт и вводить номер паспорта и дату, когда истекает срок его действия. Поэтому, если у вас все еще нет на руках загранпаспорта, у вас есть совсем немного времени, чтобы в каком-то срочном порядке его получить. Следующий интересный пункт, перевод которого обязательно нужно знать, current marital status. Это текущий, ваше текущее семейное положение. Current это текущий, marital status, семейное положение. И там будет несколько пунктов, например, unmarried, не женат, married, женат, и divorced, разведен. A divorce? Вам также обязательно необходимо ввести количество детей, которые у вас есть, и вписать детей до 21 года, которые, если вы выиграете, поедут с вами. Если вы женаты или замужем, мужа, конечно же, тоже вы вписываете, потому что, опять-таки, если вы выиграете, то поедете не только вы один, а вся ваша семья. Поэтому и ваш муж тоже может участвовать, тоже заполнить заявку, и дети могут заполнять заявки. Главное, выполнять условия, чтобы было у каждого среднее школьное образование, и в таком случае ваши шансы на выигрыш удваиваются или даже, там, утраиваются. Самое важное, это писать актуальную информацию о вас. То есть, если вы сейчас не женаты, не замужем, но вы планируете выйти замуж или пожениться, там, не знаю, через несколько месяцев, вы в любом случае выбираете пункт unmarried, не женат. Если вы планируете менять, там, имя, фамилию, вы все равно пишете актуальную, то есть, информацию, ту, которая сейчас является правдивой. Какие требования к фотографии? На том же официальном сайте divi.loteri.gov есть специальный пункт требования к фотографии. Мы ссылку на него оставим в описании. Там можно даже загрузить свою фотографию и посмотреть, подходит ли она под эти параметры или нет. А вообще, фотография — дело очень важное, поэтому обратите на это особенное внимание, так как, если вы сфотографируетесь как-то неправильно, то вашу заявку могут просто дисквалифицировать. Если я все заполню правильно, то я выиграю, да? Ну, я все, я поеду в следующем году в Америку. Но на самом деле нет. Шанс выиграть меньше одного процента, поэтому через полгода сам Трамп вам не позвонит и не поздравит вас с тем, что он рад вас видеть в Соединенных Штатах. Нет, такого, к сожалению, не будет. Не рассчитывайте на то, что вот вы таким образом точно переедете в Америку, и все у вас будет вообще очень здорово. Помните о том, что даже если вы получите это заветное письмо в мае, дальше вас ждет еще более сложный и длительный процесс получения вот этой иммиграционной визы. Поэтому несколько раз подумайте, прежде чем отправлять свою заявку и вообще участвовать в лотерее. Спасибо большое за просмотр! Надеюсь, это видео было для вас полезным. А если у вас остались еще какие-то вопросы по поводу лотерей, пишите их в комментариях, мы постараемся на все ответить. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!